Стал очень коротким и очень многими продуктами перестали заниматься, стали заниматься точнее не только профессионалы, но и непрофессионалы. Даже дети сегодня производят контент. Идеи придумываются каждую минуту в любом месте, лишь бы были комфортные условия. Поэтому, вы знаете, в современном мире уже невозможно просто что-то рассказывать. Всегда нужна интерактивная связь с теми, кто тебя слушает, потому что мы друг друга обучаем. Поэтому у нас есть такая возможность. Я с удовольствием Дмитрию Щугореву, который находится в зале, хочу предоставить слово, потому что после выступления Владислава наверняка находящиеся в зале эксперты хотели бы прокомментировать то, что вы сказали и, возможно, высказать свою точку зрения. Дмитрий, пожалуйста, давайте предоставим им такую возможность. Давайте предоставим. Действительно, я думаю, что много вопросов сегодня возникнет. Или, если их не возникнет вовсе, у нас еще будет интерактивное голосование, которое нам поможет разобраться, где мы находимся в этом сейчас тренде. Ну что ж, к Владиславу есть вопросы у кого-нибудь? Тина, я предлагаю как раз запустить сейчас интернет-голосование, которое нам поможет разобраться во многом. Давайте сделаем так, на самом деле, потому что это как-то, как мне кажется, в определенном смысле и взбодрить зал, и даст возможность всем почувствовать себя частью дискуссии. Согласитесь. Дмитрий, вы готовы? Да, сейчас озвучим, конечно. Вы видите, да, то, что происходит за моей спиной. Всем удобно, все знают про пульты, правильно я понимаю? То есть вы взяли все в руки пульты, присутствующие в зале. Возьмите, найдите, пожалуйста, пульты, которые находятся рядом с вами, для того, чтобы вам удобно было принимать участие в голосовании. Все готовы? Готовы? Ну что ж, первый вопрос. Да, давайте начнем уже постепенно. Вы работаете в компании или управляете собственным бизнесом? Два варианта ответа. Первая кнопка, обратите внимание, ответ да. Вторая кнопка, обратите внимание, ответ нет. Поднимите руку, все поняли, для меня всегда это важно во время голосования, потому что иногда люди не понимают. Всем понятно, как голосуют? Поднимите руку, что поняли, чтобы я понимала, что все голосуют. Все поняли или не все поняли? Не все поняли, как голосовать? Тим, давайте тогда еще раз объясним, чтобы голосование было настоящим, а не формальным. Да, у вас на пульте находится много достаточно кнопок, но нас интересуют те, которые расположены справа. Это целый список кнопок от 1 до 9. Нам нужна кнопка 1 и кнопка 2. У нас вопрос не общий, так что мы, соответственно, выбираем здесь из двух ответов 1. Теперь всем понятно, уважаемые присутствующие в зале? Все поняли как? Точно? Поднимите руки, что поняли, чтобы я была уверена в том, что вы понимаете, как мы это делаем. Но уже лучше. Еще раз, кнопка 1, кнопка 2. Справа от вас. Будьте внимательны. Я задаю вопрос, вы выбираете кнопку 1 или кнопку 2, в зависимости от того, как вы отвечаете. Еще раз повторю первый вопрос на всякий случай. Вы управляете компанией или собственным бизнесом? Кнопка 1, ответ да. Кнопка 2, ответ нет. Можно я поправлю? Кнопка 1 в компании, кнопка 2 управляю собственным бизнесом. Вы работаете в офисе или дистанционно? Кнопка 1, ответ да. Кнопка 2, ответ нет. Дистанционно. Переходим к третьему вопросу. Давайте, на самом деле, сейчас посмотрим результаты. Это у нас ответы на первый вопрос. И у нас с подавляющим большинством голосов побеждает второй вариант. Управляю собственным бизнесом. Может быть, вы хотели бы как-то это прокомментировать, Владислав? Эта тенденция, она ожидаемая? Можно, Владиславу, включение микрофона? На кнопочку надо нажать. На кнопочку надо нажать. Так, слышно, да? Да. Ну, посмотрите, здесь, конечно, собрались предприниматели. То есть я не очень удивлен, что многие из вас управляют собственным бизнесом. Но вообще хотелось бы, чтобы все больше и больше таких ответов было в следующие годы. Чтобы все больше и больше было предпринимателей в этом городе. Айот? Темпы роста в полтора раза впечатляющие, поэтому если эта тенденция сохранится, я думаю, что в следующем году явно будет больше. Я думаю, здесь у нас распределилось еще таким образом. 67 представителей бизнеса и 33 представителя средств массовой информации, скорее всего. Вы думаете, у нас 33 процента? Да, очень много. Кстати, была практически драка за места. Ну, хорошо, тогда переходим к следующему вопросу. Это, кстати, очень важный вопрос, особенно для той части, которая представляет собственный бизнес. Приходилось ли вам... Давайте сейчас сначала ответим на вопрос второй. Вы работаете в офисе или дистанционно? Итак, один офис, два дистанционно. Пожалуйста, голосуем. Активнее. Кнопка один – это ответ офис, кнопка два – ответ дистанционно. Проголосовали? Мы пока результатов не видим. Ну, на самом деле, это очень нехорошо покажет ту тенденцию, о которой вот сейчас и Владислав говорил о том, что в современной экономике как раз мы ищем такие вот не в смысле точки приложения нашего бизнеса, а действительно работаем на разные города дистанционно. Дима, вы знаете, Владислав меня здесь не может поправить, потому что ваша экспертиза «Bostang Consulting Group» в этом смысле имеет международный опыт, но я, например, недавно узнала, что в Америке уже 10% экономики перешло на дистанционную форму работы. То есть люди сами выбирают место, люди сами обеспечивают себя трудовыми ресурсами и люди сами, собственно говоря, определяют то количество времени, которое они готовы тратить на работу. И такой дистанционной работы становится все больше и больше. Итак, с небольшим отрывом, но все же с отрывом побеждает второй вариант – дистанционно. Прокомментируйте, Владислав? Ну, я на самом деле удивлен, потому что я ожидал меньшего результата по дистанционности. Наверное, это хорошо, хотя сразу же скажу, что наш опыт показывает, что полностью заменить офисную работу невозможно. То есть это немножко химера, что теперь мы все будем работать без офисов, дистанционно, из дома, с дачи и так далее. Мы можем, но вот это вот совместное присутствие в одной комнате – это очень важно. Это очень важно для работы в команде, это очень важно для прозрачности, это очень важно для чувства локтя вот этого. Поэтому я не верю в то, что дистанционная работа полностью вытеснит офисную работу. Я уверен, с вами не согласятся. Вы знаете, вот если есть в зале эксперты, Дима, я бы очень попросила предоставить им слово, потому что вы упомянули наших коллег. Вот тем, кто понимает, как устроено, например, телевидение и медиа, они понимают, что капекса очень много. То есть у нас есть рабочие места, у нас есть огромная корреспондентская сеть, то есть, соответственно, все люди обеспечены местами, компьютерами, регулярной зарплатой. А, например, в современном мире уже создаются такие платформы, где все синхронизировано в одном месте, как одно окно. То есть ни у кого нет рабочего места, никто не привязан к конкретному телеканалу. Делается запрос, и на основе запроса огромное количество фрилансеров предлагает свои услуги, и начинает услуг оператора, заканчивая услугами, например, продюсера. Поэтому вот, пожалуйста, если в зале есть эксперты, кто хотел бы что-то добавить, и кто понимает, почему в Москве тоже такое количество людей, предпочитающих дистанционную работу, можем прокомментировать. Мы, кстати, об этом отдельно поговорим, и достаточно подробно, чуть попозже. Давайте сейчас... Перейдем к инвестициям тогда, давайте. Перейдем, да, к инвестициям. Приходилось ли вам обращаться за инвестициями? Приходилось ли вам обращаться за инвестициями? Первая кнопка, кнопка номер один, ответ да. Кнопка номер два, ответ нет. Еще раз повторю вопрос. Приходилось ли вам обращаться за инвестициями? Кнопка номер один, ответ да. Кнопка номер два, ответ нет. Дима, пока люди голосуют, у нас нет данных, я бы сразу Владиславу обратилась, но у вас еще раз огромная экспертиза благодаря вашей компании. Как вы считаете, реально в современном мире развивать бизнес без кредитов это возможно? Ну, здесь вот как раз ответ. 56 процентов говорят, что невозможно. 56 процентов говорят, что не приходилось привлекать внешние инвестиции. Для меня это очень, так скажем, цифра, где есть большая возможность для улучшения. Мы сейчас находимся в городе Москва. Если вспомним, один из больших городов, где много предпринимателей, стартапов, это город Сан-Хозе. В Калифорнии, так называемая Силиконовая долина, это вот этот самый город и несколько городов вокруг. Вот там эта цифра была бы, ну так скажем, 80 или 90 процентов. Да, конечно, приходилось. Все привлекают внешние инвестиции. Это, естественно, ангелы, венчурные капиталисты, другие, friends and family. То есть там эта цифра гораздо выше, чем вот эти 45 процентов, которые мы видим здесь. Я надеюсь, что эта цифра будет расти. Потому что она говорит об уверенности, когда люди уверены в завтрашнем дне, они не боятся брать кредиты. Поэтому удачи всем, кто находится в этом зале. Как говорит Дмитрий, надеется, что в следующем году эта графа, этот столбик тоже вырастет. В следующем году, я надеюсь, что мы научимся считать, потому что с один лишний процент тут появился откуда-то. Переходим. Являетесь ли вы резидентом одного из технополисов города? Являетесь ли вы резидентом одного из технополисов города? Ответ «Да» — кнопка номер один. Ответ «Нет» — кнопка номер два. Повторю вопрос. Являетесь ли вы резидентом одного из технополисов города? Ответ «Да» — кнопка номер один. Ответ «Нет» — кнопка номер два. Голосуем. Я думаю, что в это время, так как, к сожалению, на сцене еще нет других экспертов, Мы уже вас поэксплуатируем, Владислав. Как вы считаете, вы, наверное, знаете, где или иные технополисы, которые есть у нас в стране, где самые льготные условия для того, чтобы быть резидентом? Где выгоднее всего быть резидентом? Ну, я так навскидку не скажу, но я могу привести несколько примеров. Например, есть такой московский медицинский кластер, который отличается тем, что интересно, что в нем создается юридическая инфраструктура, которая будет отлична от общей страновой. Там будет другое право. Соответственно, создатели кластера надеются, что это привлечет как раз больше предпринимателей и иностранных инвесторов. То есть получается, что в этом технополисе есть возможность разрабатывать даже те модели, на которые у государства еще нет запроса, но впоследствии он может появиться. Дима, смотрим результат. Да, очень странный результат. У нас только 6% из здесь присутствующих являются резидентом одного из технополис. Очень интересно, кстати. Впервые такой разрыв голосований, а 94% не являются. Как вы думаете, Владислав, просто боятся, не понимают, в чем льготы, зачем это нужно? Ну, я здесь не могу сказать, что это однозначно хорошо или плохо. Можно, может быть, спросить как раз у участников, вот почему, если есть технопарк, они не являются. Не было бы этого интересного. Сложно еще сказать, сколько человек принимали участие в этом голосовании, потому что если их не совсем много, то, например, одного голоса Игоря Вищенко, наверное, было бы достаточно, чтобы покрыть эти 6%. Спасибо, но мы потом обязательно вернемся к экспертам, потому что это показательная история, и мы эту тему, в принципе, продолжаем в следующем вопросе. Участвовали ли вы в программах бизнес-инкубаторов? Участвовали ли вы в программах бизнес-инкубаторов? Кнопка номер 1, ответ «да», кнопка номер 2, ответ «нет». Если позволите, я здесь коротко прокомментирую. Еще раз повторю вопрос, участвовали ли вы в программах бизнес-инкубаторов? Я очень много в этом году встречалась со студентами, практически посетила за 2 месяца 15 вузов. И вы знаете, основной вопрос у всех студентов был, собственно говоря, а где взять деньги на свою идею, на свой стартап? И у меня было полное ощущение, что в разных вузах нашей страны все равно о программах, которые предоставляют бизнес-инкубаторы, о ангелах, о которых вы говорили, недостаточно знают молодые люди, которые, собственно говоря, в юном возрасте, в студенчестве и начинают сейчас экспериментировать с какими-то небольшими идеями и стартапами. Вот тоже важно понять, насколько присутствующие в зале предприниматели пользовались этими программами, насколько они популярны. Ждем результаты. Дима, скажите, пожалуйста, а вот интересно, пока все голосуют, у вас есть знакомые, кто пользовался, собственно говоря, программой бизнес-инкубатором? Есть, у меня есть знакомые, которые не только пользуются программой бизнес-инкубатором, есть знакомые, которые сами, сами по себе вошли в вот уже вышеозначенный технополис Москва и удачно работают, удачно нашли там людей, с которыми они будут контактировать в дальнейшем, то есть где они смогут реализовывать свою высокотехнологическую... Но вот, к сожалению, вы знаете, ваши знакомые в большинстве, потому что участвовало в программах бизнес-инкубаторов всего лишь, я так понимаю, 10% из присутствующих в зале или тех, кто проголосовал, а вот 90% никогда не участвовало. Стоило бы? Вы знаете, а можно 2 секунды? Я очень прошу вас вовлечься в весь зал, потому что на самом деле мы не знаем, сколько человек голосует, все ли вы голосуете, не все ли голосуете, но это очень интересно. Поэтому вот короткое интерактивное голосование, просто поднимите руки. А скажите, пожалуйста, вот вы не участвуете в программах бизнес-инкубаторов, потому что не верите в эти программы? Вот кто не верит, поднимите руки. А кто верит, поднимите руки. А все остальные, что делают везде? Воздерживаются, активно воздерживаются. Значит, можно еще одну буквально минутку? То есть получается недостаточная информация, вот кто считает, что о программах бизнес-инкубаторов недостаточной информации, поднимите, пожалуйста, руки. Вот, собственно говоря, очень хороший ответ. Ответный вопрос, да. Понимаете, да? То есть получается недостаточной информации, и как следствие, все, что нам дается в долг, нас пугает. Идем дальше. Ваша идея, ваша бизнес-идея, собственная разработка или франшиза? Ваша бизнес-идея, собственная разработка или франшиза? Ответ, да, это кнопка номер один традиционно теперь уже. Собственная разработка. Да, а кнопка два, это кнопка франшиза. Ваша бизнес-идея, собственная разработка или франшиза? Кнопка номер один, да, то есть собственная разработка, кнопка номер два, нет, значит франшиза. Ну здесь, наверное, стоило бы предположить как раз по результатам предыдущего голосования, предыдущего пункта, раз уж подавляющее меньшинство пользовалось услугами бизнес-инкубаторов, да, и не входят в технопарки. Ну, на самом деле, посмотрим, как здесь сейчас распределяется голосование. Дима, это интереснейшая тема, я у Владислава тоже хочу подключить к этому разговору, потому что от результатов голосования мы поймем, какое количество людей, предпринимателей, присутствующих в этом зале верит в то, что свою собственную идею можно разработать, составить дорожную карту и довести до ума в нашей стране, в нашем городе. Собственная разработка. Верим, видите, как хорошо, 87%, 87% проголосовавших имеют свою собственную бизнес-идею. Аплодисменты, это аплодисменты вам. Аплодисменты, Владислав, если позвольте, вот вопрос задам. А здесь нет вот такого противоречия, да, которое вот мы обозначили, что есть, то есть люди не пользуются бизнес-инкубаторами, не пользуются дополнительными услугами для того, чтобы продвинуть свой бизнес, но при этом собственной разработки, 87%. Ну, у меня здесь двойственная эмоция. С одной стороны, действительно, я очень рад, что у нас в стране и в этом городе не перевелись кулибины, инноватуры, создатели чего-то своего, которые вот многие из вас, соответственно, верите в свою идею, продвигаете ее вперед собственными силами, кстати говоря, потому что не пользуются этим инкубатором. Но, с другой стороны, я думаю, что здесь также есть что-то, вот, как Тина, вы говорили по поводу не очень хорошей коммуникации. С другой стороны, есть еще тема доверия. Вот, много говорили на Питерском форуме об этом. Доверие между предпринимателями и государственными деньгами. Доверие между потребителем и новым продуктом. Вот, я думаю, доверия к франшизе, может быть, могло бы быть и больше. На самом деле, на Западе, в крупных городах франшизы пользуются гораздо большее количество людей, чем вот 13%, которые мы здесь видим. Экономика доверия. Я думаю, что мы о ней сегодня тоже поговорим, потому что, как только она станет для нас не просто каким-то модным словом, а рекомендацией к действию, я думаю, что мы перестанем бояться франшиз. Ускоряемся, потому что у нас в зале есть достаточное количество спикеров, которые еще должны выступить, поэтому перехожу к следующему вопросу. Инвестируете ли вы в новые технологии? Кнопка номер один – да, кнопка номер два – нет. Инвестируете ли вы в новые технологии? Другими словами, есть ли у вашей компании мобильное приложение? Голосуем? Голосуем. Но вопрос упрощается, потому что, кстати, инвестиции в новые технологии, они могут быть разными, но мобильное приложение, согласно, это первый шаг. В частности, да. Сегодня Сергей Семенович очень много как раз про это говорил, потому что, на самом деле, вот все ездим, знаем, первое, что теперь уже москвича раздражает в любом крупном городе, то, что интернет бездень не бесплатный, а там, где даже он бесплатный, он не такой скоростной, как Москве. Мы очень быстро к этим технологиям привыкаем. Вот, кстати, наш город точно технологии инвестирует очень активно. Есть ли у вашей компании мобильное приложение? Да, нет. Голосуем. Напрашивается еще третий вариант. Да, нет, обычно еще не знаю, да, но мы оставили... Нет, ну, Дима, так уже не бывает. Все, в принципе, пользуются мобильными приложениями. Здесь у нас будет выступать представитель Сбербанка. Я, например, активно пользуюсь мобильными банковскими приложениями. То есть многие сервисы уже давно-давно перешли в мобильные приложения. Спасибо. Не знаю, кто им сейчас не пользуется. Ну, собственно говоря, я оказалась, кстати, не права. Вы правы, Дмитрий. Не у многих есть здесь мобильные приложения. Итак, 29% обладают мобильным приложением, компании имеют мобильные приложения, а у 71% мобильного приложения нет. Про это тоже поговорим. Очень интересно, кстати, почему. Потому что там, где мобильное приложение, там искусственный интеллект, там изучение модели поведения пользователя. И, как говорится, ну, вечная жизнь совместная. Ну, вот видите, как, почему-то нет. Можно считать, что сайта достаточно? Пользовались ли вы автомобилями каршеринга? А можно я прокомментирую здесь? Если только коротко, чтобы мы все успели пригласить. Немножко в защиту, в защиту, как бы, тех, у кого нет мобильного приложения. Я вот в бывшем, в прошлом был предпринимателем, у меня не было мобильного приложения. Я хотел бы сказать, что вот мы сейчас много все говорим про искусственный интеллект, новые технологии, мобильные приложения. Но не всегда это самое главное. Поэтому, на мой взгляд, не так, ну, странно, что у многих нет мобильного приложения. Может быть, оно и не нужно просто. Владислав, вы не поверите, я даже по сей день знаю бизнесменов из, давайте так, 50, там, 100 человек списка Forbes, которые не пользуются телефонами иногда. Но это на самом деле просто не является трендом. В современном мире тебе все время нужна диджитал-проекция продукта, с которым ты работаешь. И про это тоже поговорим, возможно, поспорим. Итак, автомобили каршеринг. У нас следующий вопрос. Ваш бизнес позволяет вам самореализоваться? Да. Сократим, да, где два вопроса мы убираем тогда про каршеринг. Про каршеринг, я думаю, мы очень подробно поговорим сегодня. Давайте сделаем так. Тогда сразу переходим к последнему вопросу. Ваш бизнес позволяет самореализовываться и постоянно увеличивать качество жизни. Ваш бизнес позволяет самореализовываться и постоянно повышать качество жизни. Если вы так считаете, нажмите, пожалуйста, кнопку 1, ответ да. Если вы так не считаете, нажмите кнопку 2, ответ нет. Проще говоря, доставляет ли вам ваш бизнес удовольствие? Это, кстати, была одна из таких важных тем на Питерском экономическом форуме. Герман Оскарович Греф привез известного Ягина Садгуру, который как раз и проповедует вот этот lifestyle balance. Как работая и меняя мир вокруг себя, получать от этого удовольствие и не становиться заложником рутины? Ваш бизнес заставляет вам удовольствие? Вы самореализовываетесь, вы повышаете постоянно качество жизни? Скажите да, это кнопка номер 1 или сознайтесь, что нет, это кнопка 2. По поводу нет будет достаточно странная ситуация. Обычно как раз человек, которому не удовлетворяет своя работа, он создает свой собственный бизнес там, где ему интересно, там, где ему здорово, там, где он чувствует себя. А это уже ответственный бизнес, Дмитрий, называется это. Вот видите, позволяет самореализовывать. У нас в зале находятся оптимисты, поэтому аплодисменты, дорогие друзья. Предприниматели и оптимисты сегодня в нашей стране это залог совместного, я считаю, вполне себе перспективного будущего. Задам вопрос или переходим к спикерам? Я думаю, что вот все эти результаты здесь были, в том числе и противоречивые результаты, будут теперь анализировать правительство Москвы, потратят на это некоторое время, я думаю, сделают определенные выводы, а мы, наверное, да, действительно пойдемте дальше. Я думаю, что на самом деле, Дмитрий, здесь очень важная тема была явно подчеркнута и замечена, то, что про бизнес-инкубаторы никто не знает и не понимает вообще, про что это. И правительство Москвы на самом деле стоит обратить внимание для предпринимателей в Москве, какие программы существуют, еще больше, еще подробнее про это рассказывать и доносить эту информацию. Ну что ж, уважаемые господа спикеры, кто будет выступать дальше, я хочу сразу обратить ваше внимание, что я вас приглашаю на сцену, вы занимаетесь в свое место и можете начинать выступать. Итак, следующий выступающий на сегодня это Теймурас Штерлиба. Итак, предлагаю обсудить самые яркие бизнес-тренды современности, единое пространство потребления, как результат консолидированной деятельности или коллаборации. Теймурас, здравствуйте. В двух словах про вас, пока вы садитесь и занимаетесь в свое место. Вы старший вице-президент и руководитель Сбербанк Диджитал, я как раз к вам и обращалась, вы много экспериментируете в Диджитале, много работаете, я думаю, что у вас отличная позиция от Владислава, судя по мобильному приложению, так это точно. И Сбербанк создает так называемую национальную экосистему, это среда взаимодействия между поставщиками услуг и, соответственно, между потребителями услуг. И вот экосистема, мне кажется, в экономике будущего, это вот тот самый коллективный труд, о котором говорил Владислав. Можно рассказать об этом чуть подробнее? Ну, конечно. Мы... Давайте сначала поймем, что мы называем экосистемой и чем он отличается от обычного бизнеса. Экосистема – это наша попытка проявить большую заботу о клиенте, больше понять его потребности. И еще лучше соединить тех, кто что-то может произвести, продукт или услугу, с теми, кому эта продукт или услуга нужна. И здесь ключевое слово – забота, которая толкает нас инвестировать в глубокое понимание клиента. Вот это знание, которое мы пытаемся выработать о клиенте, есть ключевая особенность экосистемы, и она отличается просто от сообщества людей, которые что-то производят и продают их кому-то. И для нас инвестиция в экосистему есть инвестиция в то, чтобы создать такую среду, в которой компании молодые, опытные, которые организовались из-за молодых предпринимателей или уже матерых, тем не менее, производят продукты или услугу и интегрируются в эту среду, в которой клиенту и может потреблять удобно, нативно, без каких-либо вопросов. Конечно же, это некоторая мечта, и тут еще предстоит много думать, инвестировать, мы только в начальной стадии, мы инвестируем в разные компании, мы пытаемся еще для себя только поответить на вопрос, а что это такое экосистема и как ее строить. И нам сейчас кажется на примере, хотя бы давайте город Москва возьмем, спасибо Сергею Семеновичу, нам показывают, что такое строить экосистему. Москва на текущий момент, с моей точки зрения, является такой экосистемой, куда может попасть гражданин, а я коренной житель Москвы, и потребить те услуги, которые я сейчас мало где могу в других городах потреблять. И я не задумываюсь о том, как мне куда-то добраться, я не задумываюсь о том, где мне полечиться, у меня все под рукой, все в мобильном телефоне. Мне кажется, Москва это хороший пример экосистемы. И наша задача построить экосистему для каждого нашего клиента, которых почти вся страна. А может сразу сходу вопрос, как попасть в эту систему? Вы вот говорите, да, экосистемы бывают разные. Здесь это улица с двусторонним движением. Есть ли здесь вот такой вариант, вот этой движущей кинетической силы, когда вы приглашаете в экосистему? Продолжение следует...